Церковь Святого Григория Просветителя, армянско-апостольская церковь, расположена в самом центре Баку. Ее строительство началось в 1863 году, а завершилось в 1869 году. Через 20 лет была построена колокольна. Сегодня, как архитектурный памятник Азербайджана, церковь периодически реставрируется и охраняется правительством Азербайджана. В настоящее время в Азербайджане проживает около 30 тысяч армян. Несмотря на агрессорскую политику Армении, в отношении азербайджанского народа, проживающие здесь армяне никогда не подвергались дискриминации. В начале 90-х в результате провокации армян в церкви произошел пожар. Внутри здания все обгорело, но до этого армяне тайком вывезли все убранство в Ереван. Здание просто было в плачевном состоянии. Азербайджан – страна с очень высоким уровнем религиозной толерантности. Практически уничтоженную самими же армянами церковь государство восстановило. А в 2001 году церковь святого Григория Просветителя была включена в список историко-культурных памятников местного значения. Здесь хранится редкая литература на армянском языке. Сейчас здесь царит абсолютная тишина, слышно лишь перелистывание страниц. Особый интерес среди книг на армянском языке вызывает Библия 1733 года и Евангелие 1899 года. Несмотря на варварское отношение армянской стороны к нашим культурным ценностям, мы все-таки сохранили их религиозные книги. Аналога этой Библии нет даже в самой Армении. В армянской церкви в Баку хранится более 5000 старинных книг. Среди книжных полок можно заметить и специальную экспозицию. Это фотографии уничтоженных армянами исторических и культурных памятников Азербайджана. Очень тяжело наблюдать, как в моей мечети, в мусульманской мечети, держат свиней, пасут коров. Мы так содержим, все держим в порядке. А они вот так вот. У нас даже есть фотографии, вы можете посмотреть, сардарского мечети в Ириване, которая была построена в 19 веке и в 1916 сожжена. К концу 80-х осталась только одна часть стены. И к 2000 году осталась крупица, ну маленькая часть, один, я не знаю, пару кирпичиков этого прекрасного, очень красивого архитектурного памятника. В апреле 2010 года армянскую церковь в Баку посетили патриарх московский Евсея Руси Кирилл и католикос всех армян Горигин II. Они находились в столице Азербайджана для участия во всемирном саммите духовных лидеров. Побывали в ней и армянские журналисты. Они посетили Баку в прошлом году в ходе совместных взаимных визитов представителей СМИ Азербайджана и Армении. Здесь побывали двое из них, один из Карабаха, другой из Армении. Все посмотрели, очень удивились, что церковь сохранена. Посмотрели нашу выставку, именно мы эти экспозиции выставили, где они держат свиней, коров пасут и Сардарскую мечеть, которую разрушили. Но они, конечно, ничего не сказали, что им говорить-то, слов-то нет. В то время как армяне делают все для уничтожения историко-культурного наследия Азербайджана, Баку бережно относится к культурно-историческим памятникам всех народов, в том числе и армян. Церковь в центре Баку тому наглядный пример. Шемистан Мамедов, Нами Гасанлы, Сибиси.